Инна Дереглазова встречает в Шереметьево, как я обещала. Прямая трансляция. Смотрим ближе и радуемся вместе с болельщиками и её семьёй. 20 минут назад самолёт приземлился. Давайте послушаем, что она говорит. ...поэтому надо потихоньку привыкать к этому. А победу кому посвятили? Свою победу я посвятила своей любимой дочери. Спасибо Кубу ЦСКА за такой тёплый приём. Нам очень приятно, что нас так встречают, нас любят, помнят, ждут. И самое главное, что нас верят. Верят в наши победы, достижения. Спасибо Кубу ЦСКА. Нам очень приятно выступать за ЦСКА. А в финале поединки с Италия насколько сложно? Насколько волновались? Да, действительно, это был сложный бой, потому что я фехтовала ститулованной, опытной и сильной спортсменкой, олимпийской чемпионкой 2012 года. Вот. Поэтому я думала и предполагала, что это будет непростой бой. Как вы, если наблюдали, то видели, то, что изначально я 3-0 проигрывала, потом повела 7-3. И исход поединка закончился при счёте 12-11. На протяжении концовки боя я ввела 12-7, но потихоньку итальянская спортсменка сократила разрыв и стала не догонять. Но я до последнего билась и боролась, и не упустила золоту. А перед боем у вас 4-часовой, по-моему, был перерыв, да? Как вы его провели? Правда, сгущенки уже волновались? Да. Ну, я вообще сладкоежка и люблю сладости. А по поводу сгущенки я была приятно удивлена, то, что там вообще присутствовала сгущенка. Я думаю, ничего себе. Действительно, у меня какой-то приятный был день. Поэтому у нас было 4 часа перерыва. Вот. И мы отдохнули, перекусили и заново начали разминаться, готовиться к боям. И это первая золотая медаль, а тренировка почти за полку успеха. Идар, поделитесь, пожалуйста, своим секретом успеха. Ну, наверное, секрет успеха – это упорные тренировки. Наш тандем с моим тренером Ильдаром Масалимовичем Аблютовым. Мы долго и кропотливо шли к этому. Очень хотелось показать достойный результат на Олимпийских играх. Конечно, я, как и любая спортсменка, мечтала завоевать золото. Видимо, мечтам свойственно сбываться. Поэтому всем людям желаю мечтать. И все обязательно получится. Какой самый тяжелый для вас бой был? Скажите, пожалуйста. Самый тяжелый бой был, вот Аида говорит с Аидой. На самом деле, можно это и так сказать, потому что счет не главное, а главное, как психологически ты настроен, потому что со своими всегда тяжелее эффектовать. Ты им знаешь, они тебя знают. Поэтому непросто было эффектовать с Аидой, несмотря на такой большой разрыв в счете. А психологически ли ПЛР, вот как вы выиграли этот бой с ней? Что у вас, кто был сильнее психологически или все-таки технически? Просто, знаете, как получается, хочется как лучше, а получается как всегда. Ида, видимо, настолько сильно хотела выиграть, что ей это помешало. Она, можно так сказать, как у нас принято говорить, перегорела. А я, наоборот, более хладнокровно и спокойно провела этот бой сня. Спасибо. А не дальше покажите. Сюда еще раз. Спасибо вам большое. А нам, нам можно... Болельщики встретили Инну. Муж тоже где-то здесь, мы просто его пока не видим. Николай, насколько я знаю, как раз вот этот букет цветов Инни приготовил. Рассказывал он, что смотрел за поединком, который принес Инне золото. И потом, когда она выиграла, не спал всю ночь, настолько переживал. Вообще провожал он свою любимую в Рио с пожеланием, чтобы она стала олимпийской чемпионкой. Говорит, очень долго она к этому шла. Ну, а сама Инна, вы слышали, да, она говорит, что эту победу посвятила своей дочке Диане. Девчушке 7 лет всего, и она скоро пойдет и будет тоже учиться в фехтованию. Вообще, Дереглазова вспоминала о том, что ее в секцию мама отвела. Давайте еще немножечко прямой трансляции из Шереметьево посмотрим. Мама отвела ее в секцию и сказала, давай занимайся. Но сейчас и дочка ее... Мама отговаривала наоборот. Это, простите, это Инна говорила. Я пойду и буду заниматься. А мама говорила, мужской вид спорта, зачем тебе это надо? Но вот сейчас она рада, что у нее такая дочка. И вот Диана сейчас пришла и говорит, мама, я хочу заниматься. И, конечно же, Инна рада, что девочка хочет научиться фехтованию. Говорит, что неплохо, если бы она стала рэперисткой. Ну, как вы понимаете, чтобы пошла по стопам мамы. Это аэропорт Шереметьево. Мы с вами в прямом эфире встречаем Инну Дириглазову. Посмотрите, вот болельщик, юный, например, за автографом к ней подошел. Она первой из россиян завоевала личное золото в рапире. И принесла нашей стране четвертую победу на Олимпиаде. В финале спортсменка итальянку победила фаворитку игры. Только что она нам рассказала, как она это сделала, как это было сложно. Борьба эта держала зрителей в напряжении до последних секунд. И вот она, уставшая после двух перелетов, только что ушла у нас с вами из кадра. Ну что ж, поздравляем еще раз.